И далее о запуске самой тяжелой ракеты в мире, рекордном вознаграждении за поиск картины самой крупной партии гашиша, изъятой австралийскими военными, смотрите в нашем обзоре. В Таиланде мошенника приговорили к 13 тысячам лет в тюрьмы. Его обвинили в создании финансовой пирамиды, жертвами которой стали около 40 тысяч человек. Люди вложили в его компании более 160 тысяч долларов. Судья насчитал 2653 пункта обвинения по двум главным преступлениям – мошенничество и отмывание денег. Несмотря на внушительный срок, преступник вряд ли отсидит больше 20 лет. Законодательство Таиланда ограничивает наказание по каждому преступлению 10 годами тюрьмы. Плюшки для диктатора, личной резиденции, автопарк, бесплатные авиаперелеты, телохранители и помощники – это то, что получит бывший президент Зибабве Роберт Мугабе, лишившийся должности в прошлом месяце. Также ему и его супруге обеспечат дипломатические паспорта, деньги на бензин и оплату коммунальных счетов. В целом, компенсация за потерянную в ходе переворота власть для 93-летнего Мугаба составит 10 миллионов долларов. Австралийские военные изъяли 8 тонн гашиша в Аравийском море. Три корабля перевозили наркотики на сумму 434 миллиона долларов. Спецоперация длилась три дня. По словам военных, это самая большая перехваченная ими партия на Ближнем Востоке. Какой стране принадлежат суда, они не говорят. Кроме этого, во время спецоперации военные конфисковали 69 тонн героина. Все изъятые наркотики военные выбросят в открытое море. Компания SpaceX готовит к тестовому запуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Космический аппарат установили на стартовой площадке в космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Falcon Heavy – самая большая и самая тяжелая из космических ракет. Ранее ее старт неоднократно откладывали по разным причинам. Известно, что в качестве полезной нагрузки в космос отправится вишневый Tesla Roadster. Во время полета в автомобиле должна играть песня David the Boy Space Oddity. Запуск ракеты запланирован на 18 января. Дорогой дедлайн. 31 декабря истекает срок обещанного вознаграждения за информацию о самой масштабной краже имущества в США. В 1990 году неизвестные под видом полицейских зашли в Бостонский музей, связали охрану и похитили 13 полотен известных художников. Среди украденных – картины Рембрандта, Вермеера и Дега. Музей назначил вознаграждение за помощь в поиске полотен – 5 миллионов долларов. Позже сумму удвоили, но найти виновных в громком преступлении за 27 лет так и не удалось.